В гостях по скайпу профессор Латвийского университета, экономист Гундерс Берзинш, и мы так понимаем, что можно вас поздравить, вы повторно выбраны деканом факультета. Добрый день, спасибо большое за поздравление, да, так и есть. Ну, значит, надеемся, что факультет в надежных руках, да. В общем-то, на прошлой неделе была проведена такая, опять-таки, как сейчас все, дистанционно и виртуально дискуссия по поводу того, как вот эта ситуация, чрезвычайная ситуация, которая у нас до 9 июня пока что продлена, как она влияет на привычки и на здоровье людей, что вы можете по этому поводу сказать? Да, дискуссия была, хочу сказать то, что ситуация несложная с точки зрения того, что, скажем так, у нас в этом конкретном кризисе, назовем ее так, две разные вещи случаются одновременно. Это кризис медицины, ну, скажем, вирус сам по себе, ну, скажем, для каждого из нас фактор риска. Ну, с другой стороны, есть и экономический кризис, который, как бы, в результате вируса появляется, ну, скажем, произошел, и это неясность, что будет в будущем. Если два фактора вместе, скажем, это еще более, скажем, некомфортно для нас, как жителей и всего человечества, потому что два кризиса одновременно, две неясности насчет будущего одновременно. Вот такие вот это, скажем, специфические для этого, этой конкретной ситуации. Если в предыдущих кризисах это была экономика, например, 2008 год, который мы все пережили, ясно, мы думали, как выйти экономически из этой ситуации. Сейчас нам еще нужно волноваться насчет здоровья. Вот эти две вещи, то, что новое, не две вещи, но две ситуации, которые вместе, это что-то новое, что мы должны решать и непривычно решать. Потому что и для жителей всего мира, и в Латвии, в том числе, это, как бы, ну, такая неясность, чем было. Это не хорошо, не плохо, это просто более сложная ситуация. Ну, как вы считаете, до сих пор, как мы справляемся с тем, чтобы под эту ситуацию подстроиться и как-то жить в новых реалиях? Ну, в Латвии я бы сказал так, что с точки зрения эпидемиологии более-менее все хорошо. Мы вовремя, в Латвии приняло вовремя правильное решение, что мы видим, что количество целений, которые заболели, сравнительно хорошо. Сравнительно немного людей погибло из этого. Так что я сказал, с точки зрения эпидемиологии, все нормально. С точки зрения экономики, можно было бы пожелать быстрого решения таких более больших задач. Если мы бы приняли решение насчет выплат небольших компенсаций, то с точки зрения, как мы будем помогать компаниям и давать, скажем, четкий результат, как будем работать дальше и как мы все делаем. Я знаю, что работа идет, но я бы сказал, что можно было бы быстрее это делать. Но вот есть как будто бы две стратегии. Получается, что одна стратегия, обращаясь к населению, говорят, вот экономьте деньги, старайтесь не тратить, не делать каких-то спонтанных покупок, ненужных покупок, потому что непонятно, что будет дальше. А с другой стороны, говорят о том, что если сокращается, затухает экономическая жизнь, люди меньше покупают, люди меньше строят планы, это еще больше вгоняет экономику в кризис. И вот в ряде стран так называемые вертолетные деньги, то есть вот когда раздают массово просто людям деньги, чтобы они тратили, и таким образом подбросить какое-то топливо в экономику. Я бы сказал так, если посмотреть, что случается в странах, где экономика, скажем, после большого закрытия опять открылась, ну, тот же самый Китай, то что мы увидим? В Китае, например, спрос на товары, которые не первой необходимости снизился примерно на 40, даже 50, даже 60 процентов, зависит от товаров. Что означает? Что люди не используют, не тратят свои деньги, потому что ситуация невясная. И правительство даже не очень-то может это повлиять. Люди принимают решения насчет своих расходов сами, и нет возможности особо, скажем, даже поменять это решение. Китай очень старается, чтобы люди опять повернулись к нормальной деятельности, но население решает по-другому. Они не тратят и экономят. В результате, как вы правильно сказали, экономика еще больше тормозится. Вот это видно во всем мире. И то, что правительство дает деньги, это не означает, что люди начнут тратить их. Они будут тратить на первую необходимость, но не на рискованные покупки. Например, Volkswagen перестановил, опять перестановил работу в двух заводах, просто потому что нет спроса. Вот эта проблема, конечно, очень большая, что люди будут какое-то время отложить все большие покупки. При этом мы знаем, что достаточно много, и от правительства мы тоже слышим, что много выделяется денег для того, чтобы подогревать экономику, для того, чтобы большие проекты, которые были задуманы до этого, будь то Rail Baltic, будь то ремонт просто дорог, реновация зданий и прочее, чтобы они происходили, во-первых, чтобы у людей была работа и для того же самого подогрева экономики. Как вы считаете, достаточно? Надо больше? Ну, меньше, наверное, точно не надо. Ну, скажем так, это классический подход к экономическому решению проблем, которые придумали в Америке после депрессии, что нужно просто подогревать экономику таким образом. И я думаю, что это очень правильно, это надо делать, при том это надо разделять на несколько таких этапов. Один этап – это действительно людям помогать, у которых нет средств дохода, чтобы у них были деньги, чтобы они их не могли тратить. Второе – это большие инвестиции в инфраструктуру. Это тоже подрагивает экономику. И третье – это инвестиции в конкурентоспособность компании. Таких три больших этапа, и они, как бы, из классической экономики видят, если это будет делать, то экономика будет снижаться намного меньше, если бы это не делать. Так что я думаю, правильно. Сумму еще не сказали, но, насколько я понимаю, это примерно 4 миллиарда. Для бюджета Латвии, для экономики Латвии это не так-то мало. Если мы знаем, что весь GDP Латвии примерно 30 миллиардов, то 30 миллиардов более-менее нормально. Так что можно было и больше, но меньше точно не надо. Как вы относитесь к тому, к одной из решений, о которых говорят, это, например, что выделяются сотни миллионов, например, Аэрболтику для поддержки нескольких десятков для сельского хозяйства, что это очень хорошо, но при этом, например, врачи говорят, что нам бы тоже было бы неплохо хотя бы то, что было раньше обещано, на том же уровне для нас обещание выполнить и для нас тоже деньги выделить. И существует два сценария, по которым идут, говорят, что вот надо поддерживать экономику, потому что она будет опять-таки деньги в бюджет вливать, и вот из этих денег уже можно будет там бюджетникам зарплаты выплачивать. Либо все-таки надо и об этом тоже подумать, и о зарплатах тех же медиков, учителей, на которых тоже сейчас нагрузка очень большая. Я бы сказал так, что самое важное, чтобы это не было просто, ну вот попросили и дали, попросили и дали. Вот это самое плохое, что может быть. Нормальный вариант, когда есть конкретный план, при том, критерии для выдачи денег в каждые вот эти трех разделов, которые я говорил, должны быть другие. И это нельзя, чтобы одни критерии для всех, для увеличения спроса, для инвестиций в инфраструктуру и для увеличения конкретно способности. В каждой из этих, скажем, блоков должны быть другие критерии. И просто давать деньги, потому что кто-то попросил, точно неправильно. Потому что мы должны дать деньги, где действительно нужно, это А, и то, что придаст больше отдачи. Ну, например, отдачи, что я имею в виду, может давать там, где больше, скажем, идет обратно налогов. И где больше нет импортных, но есть местные потребления. Ну, например, такие вещи, которые делают то, чтобы наш бюджет опять наполнялся, и у людей больше была экономическая активность. Вот это основная идея. Так что, я бы сказал, это должно быть систематически. Другие страны действительно в этих программах обязательно ставят медицину как одну из, скажем, позиций, которая должна быть инвестирована. Потому что мы должны иметь готовность к что-то повториться. Они не просто дают в медицину, они сделаны так, скажем, эти программы сделаны так, чтобы увеличить способность в случае, еще раз, что кризис будет, повторение кризиса. Повторение этой инфекции уже, скажем, в осень. Мы должны быть готовы с этими деньгами, должны быть готовы к осени в следующем, в этом году, например. Мы не знаем, будет, не будет, но готовность. Ну вот мы так к аналогам подошли. На прошлой неделе СГД отчиталось за период, который до этого был, сначала чрезвычайной ситуации, и заявили, что выплаты за пособие, пособие за простой составили 21 миллион евро. Причем в начале чрезвычайной ситуации на выплату пособий СГД было выделено 102 миллиона евро. Ну, то есть очевидно, что рассчитывали выдать больше и заплатить людям, и уже все-все проговорили, что это действительно выявило какие-то невероятные размеры и теневой экономики, и что что-то у нас не так, то ли между коммуникацией, то ли вообще с экономикой в стране. Что вы на этот счет можете сказать? Я бы сказал так, что это действительно очень мало, то, что выдали. Это и в принципе неправильно. Это неправильно, я по-моему, потому что слишком мало выдали, и мы должны выдать более, чтобы у людей было больше денег, если они остались без работы. Но я бы сказал так, что в принципе программа, то, как она была сделана, она не очень-то способствует действительно той цели, на которой она была сделана. У тех людей, у которых большие зарплаты, у них это невыгодно, но у которых маленькие зарплаты, тоже не решают вопрос. Правильно было делать то, что в других странах тоже вот такие программы, они как бы доплачивают, если человек продолжает работать, они доплачивают этому человеку. И то, что это получается? Получается, что он эффективно продолжает работать отдалённо или на месте, неважно, но они делают что-то полезное для своей компании, и государство просто помогает людям не остаться без работы и без дела. Это две разные вещи. Потому что если человек, у него остаётся работа, и он что-то может делать на благо компании, эффективность компании увеличивается. Это то, что мы хотим. Правильно было бы отдавать дополнительные деньги, если человек продолжает работать. В Америке, например, это работает намного лучше, чем стараться сделать так, чтобы люди ни в коем случае не продолжали работать. У нас есть звонки, да, 67212-93-9, 67213-93-9. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот из вашего разговора следует, что совершенно неясна политика государства. Вот с одной стороны, вы говорите, что надо, необходимо, так сказать, и правильно делают американцы, там выдают вертолётные деньги. А с другой стороны, вы говорите, а зачем их выдавать вообще, если люди тратят их не на то, что нужно? Ну, очевидное противоречие... Вопрос понятен. Спасибо. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот вы тоже говорите, надо медицину вкладывать. А с другой стороны, вы говорите, а зачем вкладывать невыгодно? Нужно вкладывать туда, там, где больше налогов. Ну, надо как-то определяться, так сказать, Хорошо, ясно, спасибо. Спасибо. Спасибо, да, вот. Первое, насчёт, скажем, с медицины. С медицины начнём. В медицине я просто... Я говорю, есть три разные позиции, в которых надо решать, как выдавать деньги. И кому помогать. Например, инвестиции в критическую инфраструктуру, вот это как раз инвестиции в медицину, чтобы увеличить способность медицины, скажем, работать в ситуации кризиса. Это то же самое, что инвестируют в дороги, например. Это вот то, что я старался сказать, что это как раз надо делать, потому что это критическая инфраструктура, для решения проблем кризиса. Вертолётные деньги. Первый вопрос был насчёт... Вертолётные деньги, вот нужно ли их раздавать или нет? То есть вот человек не понял из вашего комментариев. в этот конкретный кризис их надо задавать, и тем, которые остались без денег. Но я хотел сказать, что мы не сможем для населения, скажем, заставить их их тратить. То, что я хотел сказать, мы не сможем. Человек будет решать, как тратить эти вертолётные деньги сам по себе. Но у него будет чего тратить. Он может их отложить, да. Он может их просто положить, условно, под матрас, ждать чёрного дня. Ну, скажем, если у него есть накопление, он будет подложить под матрас, но если у него вообще нет денег, он его всё равно будет тратить. Вот это идея этих вертолётных денег. И в конкретной ситуации для тех, которые остались вообще без средств существования, как раз в этом кризисе вертолётные деньги очень важны. Да. Как сейчас, может быть, да, давайте послушаем, выслушаем вопрос. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Евгений, сегодня с утра слушал в Атлес-радио интервью министра культуры. И он говорил, человек с музыкальным образованием говорит, что экономически выгодно вкладывать деньги в частности в постройку нового концертного зала, о чём он сегодня будет говорить с министром финансовым о выделении денег. Ваше личное мнение. Правильно ли вкладывать деньги в постройку этого концертного зала? Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Идея помощи в кризисе составляет увеличение спроса и экономической активности сейчас. В принципе, можно вкладывать в любые проекты, где много населения как бы работает, местное население работает, и экономика тем самым развивается быстро. Но есть одна такая нюанс. Этот проект должен быть начин очень быстро. Потому что нет смысла, если сейчас мы начинаем решать вопрос насчёт концертного зала и выясним, что мы можем начинать строить через два года. Сейчас проблема. Тогда кризис уже не будет отдачи экономики сейчас. В принципе, идея этого фонда критической инфраструктуры, который я сказал, где медицина тоже входит, в том, что проекты должны начинаться в течение полгода максимум. Их можно уже работать и тратить эти деньги. Не работает ни один проект, который начнётся через два года. Если мы сейчас будем проектировать, то это не деньги для развития экономики. Это мы просто, ну скажем так, это правильно тратить проекты, которые можно начинать от трёх до шести месяцев. То, что уже всё решено, проект есть, ноль и столь. Всё остальное может быть таким использованием ситуации для того, чтобы, может быть, что-то решить, что до этого не решалось. Будем ещё принимать или у нас просто разрываются телефоны линии. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Доброе. У меня есть такой вопрос. Огромное количество финансовых институций, институтов, организаций ежегодно получают миллиарды денег от всех развитых экономик для того, чтобы спрогнозировать будущую экономическую и вообще ситуацию. То есть, мы отправятся реально миллиарды в крупных странах с развитыми экономиками. То есть, строятся суперкомпьютеры, чтобы рассчитать вероятность и всё остальное. То есть, это реально отчёт занимает минимум полгода. То есть, ну, я не верю, что реально никто не мог предугадать пандемию и нынешнюю экономическую ситуацию, так как пострадали реально по факту самые развитые европейские страны, ну и США. Можете как-то прокомментировать? Спасибо. Вопрос интересный. Если смотреть, как эти модели строятся, они строятся, скажем, скажем, этот машин лэрнинг approach, который фактически что делает, они смотрят связи экономические, связи между инициаторами, это большинство. Но есть другой вариант, экспортный вариант, два варианта, как строятся эти модели. Но, и третий статистический, конечно, но выглядит так, что это как раз никто не присчитал, потому что математически это не рассчитать. А, например, в этот момент нету данных, недостаточно данных, чтобы рассчитать, что нет дальше. на всех этих моделях очень важно количество вводных данных, которые можно вставить в этот алгоритм. Но сейчас пока, насколько видно в мире, эти математические модели сейчас пока не работают. Никто не может считать, что предыдущих пандемий данных нету, но еще недостаточно. их делают, но немножко попозже. Насчет экспертных экспертов, экспертные варианты решения этих вопросов, как обычно, да, но объемы выглядят так, что никто действительно не сделал. Кто-то может это сделал, но у меня нет информации, кто-то их сделал, выглядит так, что не просчитали. сейчас каждый решает вопросы по ходу их поступления, проблемы по ходу их поступления. Но мы это видим, например, то же самое ситуация в Швеции, Финляндии, Дании. Одни такой вариант решают, другой второй вариант. Америка сначала, Великобритания сначала один вариант, потом другой вариант. Что это означает? Если бы у этих стран были конкретные модели, они бы их постоянно использовали. Но поскольку видно, что эти модели меняются по ходу действия, это значит, что у этих стран нет моделей. Но это такой случай, когда маневренность государства очень важна. В этом плане про небольшие страны. Мы это на своем опыте показываем, что Эстония, Латвия и Литва уже между собой границы открывают и достаточно быстро могут реагировать на какие-то ситуации и на какие-то вызовы. Единственное, что добавить, что конкретно в ситуации с Латвией есть больше конфликентности решений, чем, например, в той же самой Великобритании. Мы действуем более, скажем, прогнозировано, чем другие страны. У нас ситуация получше. По поводу тех денег, которые выделены были все-таки на пособие и их не потратили, можно так сказать, какие сейчас механизмы могут быть для того, чтобы эти деньги передать населению, потому что по сути остается все меньше времени, потому что через пару недель, если все откроется, чрезвычайная ситуация будет снята, уже понятное дело, что просто так никто никому ничего давать не будет, это будут либо гранты, либо проекты, только такого плана, а вот именно такая... Скажем так, у нас весь население одно, но население всегда работает где-то. И что это означает? Это означает, что, скажем, было бы намного правильнее давать на то, чтобы компании могли снова начать работать в полную или, скажем, восстановить проект, на производство или работу. Вот это самое главное. И как я уже говорил, из этих пособий надо перейти на в принципе субсидии работающим. Потому что у безработных есть свой вид пособий, который уже стандартный есть, но для то, самая лучшая помощь была бы субсидии для работающих компаний в виде дополна, скажем, оплаты части, зарплаты или части налогов, если человек продолжает работать, и он не в очереди на безработицу. Это помогает компаниям быстрее начать работать, быстрее опять быть в том же самом уровне, который был этим, экспортировать и все остальное. Это был бы следующий этап развивать эту помощь в целении. Да, потому что сейчас некоторые эксперты говорят, что в Соединенных Штатах Америки ситуация с резким ростом безработицы, она объясняется тем, что люди просто высчитывают, что им выгоднее, и многие посчитали, что им выгоднее стать безработными, получать пособия, чем продолжать работать и будут получать меньшую зарплату. В экономике есть такой термин, как стратегическая безработица. Это означает, что люди считают, на какой-то период становятся безработными, чтобы опять потом работать, и это решает вопрос безработного статуса стратегического. Если делает это вся страна, то это уже меняет всю политику. Но, как я уже сказал, в этой конкретной ситуации намного лучше, если это будет переделано как субсидии работающим в некоторых сферах. Какие возможности сейчас есть для Латвии, для людей здесь, и для Латвии, как для страны, которая достаточно быстро справляется с эпидемиологической частью проблемы? Что мы можем? Может быть, не знаю, заводы по производству масок, строить, перчаток, что сейчас на поверхности или что-то есть глубже? Я бы сказал так, но это не самый лучший вариант, если государство будет решать, что делать. Намного лучше, если государство будет создавать условия, чтобы бизнес мог реагировать. И как это делается? Это делается так, что, например, мы говорим, да, мы готовы инвестировать в предприятии, которые нам нужны, и тогда выделять на этом кредитные деньги, не субсидии для развития бизнеса, но есть света, которые мы хотим развить, вот, есть результат, можно получить часть денег через банк, следующую часть денег, и эти кредиты для развития бизнеса, они, скажем, недорогие и долгие, если недолгие и долгие, то бизнес сам решит, о, здесь есть возможность, здесь есть потенциальный бизнес, и мы видим, что мы можем финансировать ее, мы начинаем это делать. Я бы, скажем так, был бы против, если государство сам начало решить, вот, сейчас буду инвестировать там, но это не особенно долгосрочный вариант, да. У нас еще продолжаются звонки, здравствуйте, пожалуйста. Извините, вот, вы говорите, государство не должно, так сказать, оно должно создавать условия, условия чрезвычайной ситуации, государство должно принимать ясные и четкие решения, это первый вопрос, и второй вопрос, вы говорите, вот, нету планов, а вот логическая цепочка совершенно четко прослеживается, про которую вы не говорите. Первое, это сокращение производства, второе, сокращение потребления, третье, повышение себестоимости отсюда следует, повышение себестоимости следует повышение цены, повышение цены следует повышение сокращения потребления и сокращение бюджета, сокращение здравоохранения, сокращение образования, Это порочный круг. Отсюда начинается, так сказать, волнение народное. Понятно. Спасибо, спасибо. У нас просто мало времени на длинные вопросы. Есть вам что сказать. Нет, как раз то, что я сказал насчет этих трех видов инвестиций, это как раз и решает вот эту проблему, которую слушатель очень четко прояснил. Потому что бюджет можно рассчитывать из, скажем, формулы той же самой ИКП или GDP формулы. И потребление, инвестиции, бюджет и импорт, и экспорт. Вот это, в принципе, формулы. И что государство должно сделать сейчас? Она систематически планирует, насколько я знаю, как раз субсидии для населения это потребление. Инвестиции между структурой, это работа и тоже деньги в экономику, инвестиции в компании. Это тоже увеличит, скажем, объем экономики, а соответствие и бюджета. Это логическая структура, что государство делает. Я говорю, ключевой вопрос, насколько быстро мы сможем это делать. Вот это ключевой вопрос. А вот скажите, многие говорят о том, что мир после пандемии не будет прежним. И вот есть действительно отрасли, которые очень зависят от того, как все страны мира будут на это реагировать. Это туризм, это культуры, это рестораны, бизнес, связанный с питанием, с предприятиями общественного питания. Вот здесь, даже когда закончится вроде бы режим чрезвычайной ситуации, понятно, что пока не откроются все границы, туристы к нам не приедут, пока не станет безопасным собирать стадионные концерты. У нас не будет больших каких-то мероприятий. Вот эти отрасли, они умирают или им все-таки, у них есть шанс выжить? Есть шанс выжить, например, у гостиниц, у которых есть довольно много, скажем, финансовых возможностей. И здесь я тоже согласен с слушателем, который говорил, что насчет себестоимости. Большинство из этих предприятий, они могут работать при, ну скажем, флуктуациях потребления примерно на 30%, но не на 50%, не на 70%. И у них просто расходы больше. И что и сейчас происходит, компании, скажем, консервируют свои бизнесы, закрывают, не открывают эти бизнесы, потому что их на счет, если употребление 20-30%, они их нерентабельно открыты. Это логично. И что мы сейчас видим? Очень многие закрыты, и тем самым они как бы долгосрочно фиксируют свои расходы. И уже деньги планируют так, чтобы после того, как все откроется, и это примерно, насчет этого туристического бизнеса, примерно почти год, то у них есть возможность выжить. Тех, у которых нет такой возможности, скажем, закрыться и консервировать, максимально экономить деньги, чтобы потом открыться, у них будет сложность. У ресторанов это немножко по-другому. У них есть возможность работать в других бизнес-моделях, но обычно в этих ресторанах, которые выживут, у них есть какие-то другие доходы, которые могут опять субсидировать рестораны в то время, пока они нет. Но реально мы должны смотреть, что да, в этих нотестах будет банкротство и будут такие непонятные, ну скажем, непонятные, но сложные времена. У всех кризисов есть, в принципе, три этапа. Первый этап – это проблемы с ликвидностью. Ну, нет денег, старается, нет денег. Второй этап – это снижение спроса и проблемы с, скажем, линией поставок, глобальными цепями поставок. И третий – если мы не остановимся в этих двух этапах, то уже будет финансовый кризис, потому что, например, не будет кто обратно платит кредит и всё остальное. Так что самое главное – остановить этот кризис в первых двух этапах. Когда мы нормально выйдем из этого кризиса, уже потом выйдем из него. Как вы считаете, может ли ждать Латвию волна миграции после того, как откроются границы, там люди, если они потеряют работу, могут ли они куда-то уезжать, или это будет нетипично для этого кризиса? В этой ситуации, скажем, вопросы миграции – это всегда вопрос, способны ли в Латвии люди заработать деньги, ну, скажем, столько доходов, сколько они считают нормальным для нормального проживания и жить, чтобы нормально жить. В этом кризисе немножко другая разница, которой не было в предыдущих. В предыдущих ситуация была такая, что в Латвии очень сильно экономика снижалась, а в других местах, скажем, снижалась намного меньше. Что разница в этом? Может быть так, что в других странах, где обычно наши люди эмигрировали, экономика может снижаться ещё больше, чем в Латвии. И мы не знаем, насколько это будет, вот эти ситуации, и мы ещё не знаем, насколько будет ли это возможно в эти страны, скажем, ездить в этом летом. Потому что есть сезонные работы, есть долгосрочные работы. И я затрудняюсь прогнозировать, потому что очень много неизвестных, что будет в этих странах. Если они из кризиса идут намного быстрее, и экономика будет быстро развиваться, то эмиграция, риск очень большой, очень большой. С точки зрения, если будет в Латвии, всем этим мерям будет, скажем, первое, которое выйдет из этого, что риск будет намного меньше. 6,212,93, 6,213,93, это, наверное, уже последняя минута. Остаётся, да, как к декану тоже вопрос к вам в том числе, потому что сейчас студенты тоже в таком состоянии, что не знают, кто-то собирался за границу, может быть, там сейчас передумали, здесь остаются. В каком виде будет поступление в этом сезоне студенческом, и как вы видите вот первое сентября? Скажем так, набор студентов продолжается, как в каждом году. Единственная разница, что он будет на неё немножко попозже, потому что централизованные экзамены будут немножко попозже. Скажем, вот это большая разница. Ну, в университете Латвии всё продолжается. Мы планируем сентябрь, первое сентября, как всегда. Будем, конечно, смотреть по ситуации, но мы в любом случае... Идея в кризисе, если нет работы, надо учиться, потому что экономика... Люди должны развиваться в любой ситуации. Поэтому мы будем работать и давать возможности для всех, всего, с Лени Латвии, тоже учиться в ситуации, если кризис будет продолжаться, и будем миксировать онлайн или оффлайн. Если такое может понадобиться. У нас есть полностью возможность работать, скажем, об этих вдруг режимах и перейти опять на нормальное обучение, как только это будет возможно. Ну, в принципе, сейчас планируем, что с сентября мы начинаем нормальное обучение, как всегда. Живое общение. То есть вы прогнозируете, что даже может быть больше, да, спрос на обучение в университетах? Обычно так и есть, потому что, скажем, если люди не могут, ну, скажем, неэффективно сидеть без дела, то нужно повышать квалификацию. Это, в принципе, ну, это везде. В мире такой феномен известен, потому что люди понимают, что чтобы увидеть свои возможности в то время, когда нечего делать, надо что-то делать. И обучение, как раз, увеличение квалификации своего, это как раз в то время и более эффективно использовать свое время. Кстати, вот из этого тоже вопрос выходит, потому что мы тоже и в этой студии много говорили, что будут профессии, которые не будут так востребованы, те же, например, пилоты, но которым просто физически сейчас для них не будет столько работы, сколько было до этого. И как быстро уже люди 30-летнего, 40-летнего, 50-летнего возраста смогут переквалифицироваться для того, чтобы какую-то другую профессию освоить? Есть вот эти курсы, скажем, в наше время, в то же, когда все так быстро меняется, учиться действительно придется каждому себе всю свою жизнь. И такое, скажем, опять, если смотреть с точки зрения, как что исследование говорит, это не нужно что-то, особенно не всегда можно что-то другое, это очень сложно что-то совсем другое учиться. Но в то, что мы знаем, где мы работаем, можно повысить квалификацию с знаниями, которые у нас будут нужны уже в настоящей профессии, потому что профессии тоже развиваются. Например, более, скажем, не надо становиться программистом, но можно учиться, например, как продавать, лучше продавать, используя те же самые методы продажи, которые доступны в электрическом мире. Вот это дело, что мы делаем, но можно в нашей профессии увеличить квалификацию. Вот это доступно у каждого. На сегодня будем заканчивать. Спасибо вам большое. Профессор и декан Латвийского университета, факультета экономики и управления, экономист Гундерс Берзиндж был с нами на прямой телефонной линии. Спасибо, удачи вам. Всего хорошего. Спасибо за вопросы. Спасибо, всего хорошего.